Доброго времени суток, друзья, с вами как всегда Жи, и мы прибываем сюда на мой девятый Танхолл, для того, чтобы на самом деле заценить топовые атаки моих соклановцев на последней клановой войне. Итак, ребят, давайте нажимать на крепость клана, клан Ход войны, и КВшечка была против клана Дестроерс, клан девятого левела против моего клана Мистерс восьмого уровня, счет 57-46, это победа, КВшечка была 20 на 20, ну и три звезды не набираем мы до тотала. И должен вам в самом-самом начале сказать, друзья, какие же убогие у нас были оппоненты, может быть они нормлюди, офигенные чуваки, вообще там миллиардеры и все такое плейбои, но блин, у них просто отвратительные, рашерские, просто ужасные базы, чего стоит только вот этот вот дисбалансер, ребят, зацените. Как вам такое? Типа однопушечный, но нифига подобного, зачем-то ему еще нужны три ПВОшки второго левела, боже мой. И это еще более-менее что-то адекватное, просто достаточно смешно из-за того, что тут есть три ПВОшки, а вообще тут топовые номера, конечно, такие топовые, давайте ради интереса я вам просто покажу, чтобы вы потом не спрашивали, почему я вам не показываю атаки на топовые номера, ведь там трехи. Зацените этот одиннадцатый танг-холл, башни визарда пятого левела, арбалет первого уровня, зато есть одна адская башня пятого левела и орлиная артиллерия второго. Короче, ребята, просто эпические, и, конечно, такие атаки я вам показывать не буду, потому что там реально ничего интересного нет. Начинать же сегодняшние топчики мы будем с атаки на восьмой номер, эта атака была Олега, и, соответственно, там у нас девятый. Девятый. Вроде бы должен быть танг-холл, но на самом деле это десяточка, с дефом от девятки, с крепостью клана от десятки, короче, вот такой вот девятый танг-холл. И, в принципе, тут достаточно все интересно, потому что это Гухог, Олег атакует Гухогом на девятом танг-холле, 4 хила, 34 хога, 10 визардов, только это не Гухог, ребят, сори. Тут, может быть, и есть голем в крепости клана, но, по-моему, его там нет. Это просто хоги, то есть то, что меня как раз-таки удивило, это именно хоги. Все прям точно так же, как на каком-нибудь восьмом или седьмом танг-холле. И да, я все-таки не ошибся, это был Гухог, потому что был голем в крепости клана. И вот, уничтожается вражеская кина сверху с помощью нашего кинга, и снизу начинает заводиться уже големчик, королева-лучниц и, конечно же, наши визарды. Все это дело идет к вражескому кингу, вражеский кинг уничтожается, но затем, конечно же, будет выманена крепость клана, и далее под поездом, или даже под двумя, будет уничтожаться. Два поезона туда уходят, но наши ковена и наши визарды справятся с крепостью клана. Это достаточно стандартная крепость клана, два шарика, дракон, ну еще какая-то там мелочь, потому что это все-таки был 10 танг-холл, и крепость клана была от 10 танг-холла. Итак, ребят, запускаются хоги, ну и, собственно, тут мы уже все знаем, все разворачиваться будет по привычному нам сценарию. Запускаются хоги, ну а далее кидаются хилы под просадки и хп. Единственное, что я бы посоветовал Олегу все-таки точнее запускать хилы, потому что он слишком как-то быстро их раскидывал. Там один хил вот был, ну, неплох, это именно хил в центр, под танг-холл, под гиг-бомбы, под тесилки, под башню-лучниц в центре, но остальные хилы были разбросаны немного бестолково, и фактически, если бы тут хилы разбрасывались, ну, скажем так, идеально, да, то можно было бы тут ограничиться тремя, а может быть даже в каких-то отдельных случаях и двумя хилами и втащить эту базу на 3 звезды. Ну, скорее всего, тремя хилами, потому что все-таки все гиг-бомбы были в центре, и это достаточно облегчает нам задачу взятия трешки тут хогами. В остальном же атака фактически закончена, осталось уничтожить мирное строение, хогов дофигища еще выжила, просто фиговая их туча, хоги 5-го левела, все фуловые, все гиг-бомбы уничтожены, и хогам уже ничего тут не угрожает. Ладно, ребят, вы досматриваете за уничтожением мирных строений, а я пока что подащу для вас следующий повторчик. Итак, ребят, следующий повтор, очередную топовую атаку я отыскал только на 14 номере, тут атакует волк, 13 номер, но это гухок, это гухок, только на этот раз 8 тонн холл, и тут уже все достаточно стандартно, то есть выманивается крепость клана, далее сманивается на край карты, под поизоном начинает вытравливаться, единственное, что слишком рано тут волк скинул поизон, поэтому дракон вряд ли успеет в нем умереть, скорее всего придется кидать даже второй поизон, но, блин, волк, в следующий раз не спеши с поизоном, уничтожь вот этих вот мушек, возможно, просто с помощью лучницы или с помощью визарда, но далее уже схидывай поизон полноценно на крепость кланы, а то тут тебе пришлось тратить сразу 2 поизона, и в результате какие-нибудь боскелетики, либо кинг могли впоследствии тебе помешать тут провести нормальную атаку. Итак, друзья, запускается голем, запускаются визарды, запускаются бомберы, подрываются нужные секции забора, почему-то голем игнорит открытую секцию и продолжает долбить свою заборинку, но ничего страшного, в дырку закидывается наш кинг-уся, и там уже вражеский кинг падает под натиском нашего кинга 10 левела, но, а потом, все просто, запускаются хоги, и опять-таки, по привычному нам сценарию, кидаем хилы под просадки хп, на восьмом тонхоле, в принципе, погрешность в раскидке хилов позволяется, поэтому не обязательно все хилы скидывать прям очень-очень точно, очень прям филигранно, ну, вот тут вот раскидываются хилы, и в результате трешечка оформляется достаточно легко. Немного мешают скелетики, немного бьют они наших хогов, но в результате все равно, две группы хогов выживают, ну, и последнее здание дефа добивают, и в результате принимаются за уничтожение мирных строений, и скелетиков своих обидчиков наказывают. Вот такая вот, ребят, атака. Но, так как ничего более интересного на клановой войне я не нашел, кавышечка на самом деле на топчике была абсолютно небогата, две более-менее нормальные атаки, и остальные атаки дико унылые, в силу очень клево прокачанных ребяток из противоположного клана. И что я вам, ребят, предлагаю взамен оставшихся минут топчиков? Я предлагаю вам провести атаку, а может быть пару, не, все-таки, наверное, одну атаку в глобале следующим миксом. Это будет лава лун, только единственное, что он немного бракованный, тут у меня вышибалы в крепости клана, я не знаю, что они там делают, потому что я кидаю запрос на гонку, но мне прилетели вышибалы. Что ж, предлагаю вам проатаковать в глобале, вот таким вот миксом, две гонки, 28 шаров, 10 мушек, по баночкам, 3 рейджа, 2 хейста, 2 поезда, ну и в крепости клана будут наши синяки. По героям у меня сейчас девяточка, 22 кинг, 25 квина, короче, как только нахожу годного оппонента в поиске, сразу же возвращаюсь к вам, и мы пытаемся атаковать лава луном. Итак, ребят, не получилось мне найти девяточку, я нашел только одну девятку до этого, это был девятый тонхол с одной пвошкой на аппе, короче, я решил слабенького незащищенного тх9 не обижать, но вот тут я в поиске нашел тх10 на 4000 дарка, он заброшенный, то есть тут разряжены инферны, тут, возможно, нет ловушек, нет арбалетов, но, блин, тут 4000 дарка, поэтому весь этот дар, конечно же, я хочу забрать. И первое, что я сделаю, это, пожалуй, уничтожить две халявные пвошки с помощью хейстов, потому что они тут достаточно легко уничтожаются, мне понадобится буквально парочка шаров тут, ну и парочка шаров, соответственно, вот здесь, и таким вот образом я снесу сразу... Стоп, эм, чего? Чистильщики? Ну да, точно, как-то я это не заметил, как-то я это не обнаружил, и я слил достаточно много шаров на то, чтобы уничтожить две пвохи на самом деле. Обидно, реально обидно. Во всяком случае, давайте пытаться атаковать дальше. Запускаю этот шаров снизу, тут шаров запускаю, гоночка раз, гоночка два, ну и, конечно же, рейджики у меня пойдут далеко-далеко, ближе уже к самим пвохам. Посмотрим, что тут смогут сделать мои ребятки, мои шарики. Давайте, пусть занять квину вражескую из баночек. У меня остается всего один рейдж, это достаточно мало, ну и поэтому надо будет его израсходовать прям туда, куда, ну, будет максимально полезно его израсходовать. Итак, друзья, у меня влево уходит гонка с шариками, поэтому туда я оставшийся рейдж буду подкидывать, скорее всего, и буду его скидывать именно вот на здание дефа, скорее всего, тут. Блин, как же визард наваливает! ППЦ! Визард! Полегче! Воу-воу! И, должен вам сказать, что фиаско, братан. Да, произошло тотальное фиаско, у меня раскрошились абсолютно все мои войска, и здание дефа все-таки от 10-го Танхола задефали базу достаточно круто. И что мне тут делать, ребят, я даже и не знаю. То есть я могу скинуть, конечно, кинга, скинуть боулеров из крепости клана, накинуть тут же квину, надеюсь, круг уже зачищен. И юниты пойдут по часовой стрелке и будут зачищать нормально здание. Так, ребят, собственно, приступаем мы уже к воровству Дарка, у меня просаживается квина. Блин, отвратительно, что я делаю? Что за дичь я творю? Я просто делаю реально какой-то трэш и тотально пытаюсь слить эту атаку. Так, пой за ним квину, чтобы она не давала так много урона в центре. И у меня очень долго прорывается к центру кинг. И квина все-таки перестреляла все мои войска. Блин, вот это, конечно, не очень. Прожимаю кингусю, и, соответственно, вражеский кинг умирает. Боулеры заходят куда-то плюс-минус ближе к центру, но не попадают они по квине. Да, конечно, произошел тут просто какой-то позор и какой-то фейл. 70% Мдаааа. Не ожидал я такого поворота от этого 10-го Танхола. Не думал, что он так сильно задефается. Надо было не заморачиваться насчет уничтожения ПВОшек вначале, а просто атаковать снизу и забирать Танхолы или просто забирать дрельки. По итогу 70%, максимальный бонус с лиги и 2 900 Дарка с базы. Ну что ж, я ожидал большего. Ну а так как только что мы видели атаку лавалунам Курильщика, сейчас покажем вам здоровую атаку лавалунам. Итак, ребят, я атаковал тут парня на 9-ом Танхоле, вначале проверил крепость клана, заодно уничтожил один из чистильщиков под хейстом и зачистил парочку зданий дефа. Крепости клана тут не оказалось, заодно один чистильщик я уничтожил и уже сейчас можно планировать свою атаку. Атаковать я также буду снизу, объясню почему, потому что чистильщики тут абсолютно никак не мешают мне брать базу и моим шарам мешать они абсолютно не будут. Запускаю шариков, запускаю гонок, тут уже все нормально по крепости клана, у меня есть гонка жирная 4-го левела в КК, и она мне тут очень сильно облегчит задачу. Единственный фейл, который я тут допустил, это неправильно раскидал шариков, потому что шарики, которые шли по центру, не получили бусты вовремя от баночек и в результате безнадежно отстали где-то сзади. Но так как гонки танкую достаточно тут успешно и гонки достаточно жирные, все-таки эта помарочка мне прощается и шарики без проблем добивают здание дефа. Вот такая вот, ребят, изичевая атака, все, все здания дефа уничтожены, уже пошли мушки на халявные проценты куда-то, польза нить я сейчас буду к вину, чтобы она не успела уничтожить моих шариков, ну и запускаю героев сверху, чисто для того, чтобы побыстрее оформить мирные строения. Вот такая вот, ребята, и вот так вот должен выглядеть приблизительно лавалун. То есть сейчас тут можно уже подрубить ускоренную перемотку. Бам-бам-бам, 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 все уничтожено, вот такая вот трешка. И, ребят, давайте, чтобы не быть голословными, я вам покажу еще одну атаку лавалунам. На стриме я их совершал. Так, вот была, соответственно, это одна атака, и вот вторая атака лавалунам. Итак, друзья, что у нас здесь? Опять-таки, девятый танк холл, и что я делаю вначале? Под хейстом, конечно же, проверяю крепость клана. Тут никак не получилось сцепануть никакую из ПВОшки. Достаточно много, кстати, шаров я слил, и не знаю почему. Возможно, все-таки пытался завести шаров на одну из ПВО. Да, почти получилось, кстати. Но я решил, что слишком много шаров буду сливать таким вот образом, и ПВОшка того не стоит. Тут уже более директивно я раскидываю шариков. Смотрите, я раскидываю шариков именно на здание противовоздушной обороны, на башню луков и на башню визарда. И завожу по двумя гоночками шариков именно на ПВО. Далее сверху запускаю шаров, точно так же с помощью гонки. Под рейджом завожу на первую ПВОшку, и уничтожается вторая ПВОшка уже на этой базе. Ну а далее просто большая группа шаров идет у меня по центру, я это все пущу. Оставшимся у меня рейджиком, и, как вы видите, без проблем, шарики уже уничтожают оставшиеся здания дефа. Достаточно большая группа шаров выживает, но башня визарда, конечно, большим группам шаров иногда любят рассказать какие-нибудь интересные истории. И тут, ну реально, шарики от башни визарда достаточно серьезно пострадали. Ну а далее я запускаю героев, запускаю мушек, и добиваю, конечно же, мирное строение. Вот такая вот, ребята, така лава луном. Не знаю, почему на запись получилась вот такая вот корявая атака, но все-таки это был ТХ-10, все-таки здания дефа были от ТХ-10, и эти башни визарда наваливают прям реально очень и очень жестко. Ну и надо, конечно же, понимать, что в крепости клана у меня были боулеры, а не лишняя гонка, которая бы втанчила тот самый урон от башен визардов и от башен и лучниц. Ладно, друзья, вот на этом сегодня уже будет все. Вот такой вот странный комбинированный выпуск у нас сегодня получился. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Во всяком случае, сегодня с вами был Жираф, всем огромной удачи, никогда не болеть, но увидимся в следующих видеороликах, либо услышимся на прямых трансляциях, которые проходят каждый день в 8 часов вечера по Москве. Ладно, ребят, с вами был Жираф, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok